Не просто деревянные дома, а настоящие шедевры. Действительно, этот дом как мебель. Четыре окна, метров, наверное, по шесть. Спа-зона, бассейн. Везде нас преследует вид на природу. Очень классное место, чтобы зарядиться энергией. Друзья, всем привет. Это канал о недвижимости и строительстве ОВДТ. И я, Алексей Верьянов. В последнее время мы делаем все больше и больше обзоров на современные элитные дома. И они очень неплохо заходят. Поэтому эту практику мы решили продолжить. И сегодня вас ждет обзор на эту прекрасную резиденцию, которая находится в курорте Пирогова на Осташевском шоссе, которую построили наши коллеги из Италии. Это строительная архитектурная компания Pagano, которая делает свои дома на заводе под Римом. Я вам покажу, какие фишки они применяют. Поехали. Друзья, я хочу совместить нашу прогулку вокруг этого прекрасного дома с рассказом о строительной компании Pagano, которая, собственно, и возводила этот дом. Можно сказать, она его и производила, потому что у них есть свое производство под Римом, где они полностью собирают панели этих домов, привозят их сюда на фурах, и здесь дальше уже все это устанавливается и делается под ключ. Вообще история компании Pagano берет свое начало с середины прошлого века, когда архитектор и основатель компании Винченцо Pagano построили со своей семьей первый дом. Это было шале в районе Тригория, который они строили из дерева каштана. Меня тоже удивило, что из дерева каштана вообще строят дома. Этим бизнесом сейчас управляют сыновья Винченцо, это Андрея Пако и Энце Пагано. Я лично знаком с Андрея Пако, когда он был в Москве, в России, потому что в России компания Pagano активно представлена. Не только в курорте Пирогово, они строили дома и на Рублевке. Они построили один из самых больших домов. Это 4000 квадратных метров за рекордные 9 месяцев под ключ полностью. Дома класса А от Pagano можно найти по всему миру. В них живут крупные политики, представители шоу-бизнеса, известные спортсмены и просто состоятельные предприниматели. Среди самых известных обладателей домов Пагано – это бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, композитор Эньо Морриконе и семейство дочери Бориса Ельцина. Вообще, когда мы встречались с Андреем Пако, мы договорились о том, что снимем совместный выпуск, и я получил приглашение на их завод под Римом и на их виллу, которая является, наверное, одним из лучших домов, построенных семейным бизнесом Пагано. И, к сожалению, пандемия, и эта поездка не удалась, но она обязательно у меня есть в планах, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно напишите в комментариях, и я подготовлю эти вопросы Андрея Пако, я обязательно все спрошу, и мы точно запишем этот выпуск. А теперь давайте немножко про особенности конструкции. Если говорить про эти дома, то это скорее можно отнести к конструкции фахверка, то есть это опорно-балочная конструкция, горизонтальные и вертикальные балки, на которых держится этот дом. Но в отличие от стандартных фахверковых домов, которые мы видим сейчас на просторах Подмосковья, эти дома собираются целыми панелями на заводе, и дальше привозятся сюда, кранами устанавливаются. Это очень здорово, потому что такой дом можно действительно очень быстро собрать. Вообще, семья Пагано занималась антикварной мебелью, и этот подход вообще виден при строительстве домов. Тщательно подогнаны все детали, нет ни одного зазора, все ровненько, все симметрично. Вы можете прямо это видеть и снаружи, и внутри. Самое интересное, что они остаются современными в течение длительного времени. Вообще, как любят говорить в Пагано, не просто деревянные дома, а настоящие шедевры. Они с годами становятся только дороже. Действительно, у этих домов нет такого понятия, как моральное устаревание. Они актуальны будут и лет через 50. У компании Пагано суперподход к проектированию, к инженерии, к дизайну. Я смотрел альбомы по проектной части по этому дому. Это действительно такие очень тщательно проработанные, каждая деталь. Я такого у нас в России, например, не видел. Именно поэтому дома от Пагано входят в рейтинг самых дорогих домов в мире. Вы можете заметить, что у них большое панорамное остекление, но при этом они очень теплые и комфортные, и отличаются хорошей энергоэффективностью. Вообще, что касается конкретно этого дома, это настоящая такая вилла. Именно виллами называют эти дома в Италии. Почему вилла? Потому что именно это слово ассоциируется с отдыхом. Собственно, этот дом и построен для отдыха. Он находится в курорте Пирогова, то есть не коттеджный поселок, а именно как курорт. Здесь действительно все есть для того, чтобы наслаждаться жизнью. Участок у нас здесь 29 соток, но при этом концепция поселка такова, что здесь нет заборов между соседними участками. Вообще, концепция любого похожего комплекса с гольфполем предполагает отсутствие преград. Здесь основная ценность – это как раз виды. То, за что мы в городе переплачиваем до 50% от стоимости квадратного метра за хорошие виды, здесь эта ценность как раз присутствует. Вы можете обратить внимание, что почти полностью весь задний фасад дома из стекла. Здесь находятся все самые главные помещения, хозяйская спальня, гостиная, кухня-столовая, терраса. И все это вот так вот смотрит на это гольф-поле. Ну и, собственно, между частной территорией и гольф-полем нет никаких больших заборов. То есть отделяется это все только вот этим рвом, ручьем. И, внимание, стоит табличка «частная территория». То есть все, кто играет в гольф по правилам гольф-клуба, знают, что переходить на частную территорию нельзя. Ну и посмотрите, какой вид открывается на это гольф-поле. Вот оно, то самое преимущество этой локации. Помимо вот этих всех прелестей в виде леса, в виде гольф-поля, здесь буквально в 350 метрах находится водохранилище. Друзья, а теперь я вас приглашаю в дом, чтобы ознакомиться с его планировкой и функционалом. Друзья, ну вот в дом можно попасть двумя способами. Вот через вот этот вот парадный вход, который нас ведет в такой прекрасный холл. Такую входную группу я еще мало где видел. Двусветное пространство с огромными окнами. Четыре окна, я не знаю, метров, наверное, по шесть. Я даже не могу представить, как их сюда устанавливали. И это все у нас совмещает первый и второй этаж, зону гостиной, прихожую. Через эти панорамные окна открывается прекраснейший вид на лесопарковую зону. Причем это видно и со стороны гостиной, и со стороны бассейна, и вообще в принципе в этой самой прихожей. Друзья, ну а если вдруг вам этот вид надоест, что, конечно, вряд ли произойдет, но вдруг захочется немного интима, то все это решается благодаря этим ролл-ставням. Здесь вот есть такая специально задуманная архитекторами катка. Здесь планируется посадить дерево, которое может жить в таких домашних условиях, и его будет видно как раз из гостиной. Вообще вот эта зона первого этажа, она больше такая тусовая, что называется, потому что здесь бассейн. И, конечно же, все, что связано с таким приятным времяпрепровождением, это спа-зона, где у нас есть раздевалка, и дальше традиционный набор хамам. Здесь очень удобно можно и посидеть, и полежать. Вот эта сауна, тоже очень удобно все сделано, выдвигающиеся такие полки, то есть удобно здесь и парить все на нужной высоте. Можно сразу здесь водичку налить и поддать хорошенько. И, конечно же, из зоны спа есть вот этот прекрасный выход на участок. Вот так сразу разбежался зимой, хорошенько прогрелся, и в сугроб, тем более, что зимой-то у нас в гольф никто не играет. Ну и, собственно, про сам бассейн. Он вообще не очень большой, он порядка шести метров, но при этом очень хорошо подходит для спортивного плавания. Я вообще удивился, когда первый раз узнал, что есть такая система, противоток. Потом увидел на одной из выставок в трехметровом бассейне профессиональный плавец плавал, причем достаточно так интенсивно. У меня никогда не было возможности попробовать самостоятельно, хотя я плаванием занимаюсь. И вот сейчас уважаемые хозяева этого дома разрешили протестировать эту систему. Сейчас я расскажу, как оно на самом деле. Ну что, поплыли? Друзья, ну, слушайте, я на самом деле очень доволен. Я теперь понял, что необязательно строить большие бассейны по 25 метров. Достаточно вот такого шестиметрового бассейна, и можно действительно так полноценно поплавать. Ну а чтобы не было скучно, можно просто взять с собой, например, акваплеер и слушать какую-нибудь аудиокнигу. Друзья, ну что, двигаемся дальше по первому этажу. Как я уже сказал, у нас первый этаж, он такой более тусовый. Здесь есть, получается, вот этот бассейн. Ну и, конечно же, с точки зрения тусовок важно – это алкоголь. Вот, здесь у нас есть такой винный погреб. Можно поставить огромное количество, расположить здесь бутылок. Охлаждающая установка всегда будет поддерживать нужную температуру. После того, как мы бутылочку отсюда взяли, мы идем дальше в домашний кинотеатр. Он такой компактный, при этом я вот сюда зашел, и здесь сразу заглушился звук. То есть он сделан по всем нормам домашних кинотеатров с точки зрения звука. Стоит очень классный проектор, система домашнего кинотеатра. Здесь осталось поставить только мебель. Этим помещением прошлые хозяева не пользовались, поэтому оно вообще новенькое-новенькое. Ну и на первом этаже у нас есть еще техническая зона. Она находится здесь, в отдельном крыле. Здесь есть квартирка для обслуживающего персонала и такая вот кладовка постирочная. Вся техника здесь миля. Это качественная такая сушильная машина, стиральная машина и место, где можно, не знаю, устраивать глажку, складировать все чистые вещи. Здесь у нас находится гараж на два машиноместа, и это второй путь, как мы можем попасть в дом. И чаще всего именно через этот путь жители будут попадать в дом, поэтому здесь расположили вот эти шкафы. Некая такая гардеробная комната, где можно повесить кучу всяких там вещей, положить их. Ну вот сейчас здесь, поскольку никто не живет, находится документация. Можно здесь видеть, какой подход у итальянцев к инженерно-технической документации. Друзья, ну что, предлагаю попасть на второй этаж. Вперед! Друзья, ну что, мы на втором этаже. Собственно, отсюда можно посмотреть, как выглядит панорамное остекление у главного входа. И то, что я вам изначально говорил, действительно, этот дом как мебель. Вот обратите внимание, все балки покрыты шпоном, как раз стандарт обработки мебели. И еще так почти не делает никто у нас. Вся электрика, все слаботочные сети протянуты через эти балки в гофрированном проводе. Освещение тоже все выведено из этих балок. Это как раз и позволяет эти дома собирать очень быстро, потому что вся эта инженерия, она уже есть в этих панелях. Просто привозят, собираются, состыковываются эти все элементы. Друзья, ну несмотря на то, что здесь есть приточно-вытяжная вентиляция, но я знаю, что в менталитете нашего российского потребителя все равно есть желание открыть вот эти форточки. Понятно, что до них не дотянуться, но здесь они сделаны на таком электрическом открывании. Нажал на кнопочку, и они пошли открываться. Ну что, мы находимся как раз в самой главной, пожалуй, зоне. Это зона гостиной и столовой, и вот они в центральной части дома, как раз тоже вот с этим панорамным угловым еще остеклением. То есть можно видеть и лес, и вольф-поле. Гостиная сделана немножко в нише, чтобы как раз была еще выше высота потолка. Диванная зона одна, вторая, и такая вот огромная портальная дверь. Несмотря на то, что дверь массивная, она открывается очень легко. Мы попадаем на эту террасу. Я вообще вам напишу вот здесь, не помню по проекту, какое количество квадратных метров занимают у нас вообще все террасы по дому. И вот представьте, можно с утра вот так выйти, наслаждаться этим видом. Можно позагорать. Здесь как раз есть такие шезлонги. Мне кажется, очень классное место с точки зрения того, чтобы зарядиться энергией. Ну и, собственно, все здесь продумано с точки зрения того, что можно с этой террасы спуститься на участок. Друзья, этот дом еще уникален тем, что вот из гостиной виден лес прям со всех сторон. Вот мы кружимся, и везде нас преследует вид на природу. На самом деле, это уникальная черта этого дома. Я таких домов встречал, может быть, еще две штуки таких вот похожих. Вот, ну что, дальше идем мы на кухню. Да, это у нас зона готовки. Вообще, вначале мне показалось, что кухня немножко маловато. То есть здесь такая барная стойка. И само помещение кухни. Первый раз, когда вошел, подумал, ну неужели в таком большом доме сделали такую небольшую кухню? На самом деле, я когда какое-то время побыл, я понял, что это очень удобно. Потому что здесь пространство рабочее. У тебя две рабочие поверхности с двух сторон. Одна раковина, вторая двойная большая раковина. Холодильник рядом. Выход на улицу. Все, что мы приготовили, мы можем сразу же вынести на террасу. При этом на террасу есть вход еще тоже со стороны столовой, гостиной. Здесь такое очень комфортное место под крышей. С трех сторон у тебя лес и тот самый вид на гольф-поле. Огромное количество всяких полочек, ящичков. Огромный холодильник с морозильной камерой. Техника Ниле или Липхер. Топовые бренды. Самое интересное еще газовая плита, что тоже на самом деле сейчас редкость для кухонь. Сейчас стали ставить больше все-таки электрические или индукционные плиты. И вот такая вот штучка здесь, можно, собственно, подзарядиться. Все очень здорово. И еще то, что любят, собственно, хозяйки. Кухня с огромным количеством окон. Ты стоишь, тебе тут не скучно. Такая разделочная доска, у тебя весы здесь. И ты смотришь прям в окно. И еще что хорошо, эта кухня, она закрывается полностью вот такой вот подвижной дверью. Можно там спокойно готовить. Гости, например, здесь будут находиться, и там не будет никаких запахов. Собственно, на этом этаже, кроме гостиной, кухни, он является еще и жилым этажом. То есть здесь находятся три спальни. И начнем мы нашу экскурсию по спальням с мастер-спальни, которая занимает отдельный блок, огромное помещение. Сюда мы заходим. Здесь такая зона. Но это не отдельная гардеробная, а именно зона со шкафами. Тоже, посмотрите, шкафы сделаны почти так же, как выглядят основные у нас ограждающие конструкции и несущие конструкции. И здесь у нас вид тоже на две стороны. Мы видим и гольф-поле, и лесопарковую зону. Ну а кровать здесь находится на таком постаменте, на небольшом возвышении. Это сделано специально для того, чтобы прямо с кровати наблюдать тот самый вид на миллион долларов. Друзья, мне кажется, в такой ванной с функцией гидромассажа, да еще с таким сумасшедшим видом, можно просто поймать за. Ну а если вы боитесь, что вас увидят голыми, то здесь есть специальные шторки, которые можно закрыть, и вас не будет видно. При этом вид на верхушки деревьев, на небо, все равно останется. Ну что, идем в следующую спальню. И вот мы во второй спальне, и здесь как раз реализована концепция, каждая спальня с отличным видом. Собственно, здесь вид не сильно хуже, чем у мастер-спальни. Ну и, конечно же, у каждой спальни есть свой собственный санузел. Вот эта спальня не исключение. Ну и у нас осталась последняя спальня, третья, которая отличается тем, что она выходит немножко на другую сторону, а не на гольф-поле, а именно на лесопарковую зону. Мне, например, она нравится больше всего. Она такая, действительно, вот для релакса, спокойно. Она выходит на северо-запад. Здесь нет такого палящего солнца, при этом тоже, вот, пожалуйста, панорама на лес. Как видите, спален здесь не очень много. По стандартам вообще четыре спальни – это минимум. Но этот дом подойдет для небольшой семьи, для которой вот эта чрезмерная нарезка помещений, она не особо нужна, да, потому что здесь большая часть площади из 780 квадратных метров как раз и отдана под досуговой составляющей. То есть это кухня, гостиная, бассейн, зал с домашним кинотеатром, да, и вот эти многочисленные пространства, террас, которые, собственно, и будут использоваться для такого приятного семейного отдыха. Пару слов буквально про инженерию в этом доме. Ну, на самом деле, кроме как сказать, что здесь все сделано просто по инженерному фэн-шую, как я люблю выражаться, просто сказать и нечего. Да, здесь топовое оборудование, все очень здорово разведено, все моменты, все краники, все подписано. Сшитый полиэтилен – самый лучший материал, да, который там еще века будет служить. Вот, есть дополнительный дизельный генератор, на всякий случай, если вдруг не будет электричества. У нас здесь есть еще одно помещение, где расположена система водоочистки. Вот, специально закуплена соль для умягчения воды, вот эта система. Конечно же, венткамера, как я люблю говорить, дома, хоть и загородные, они должны все равно быть с вентиляцией. Это делает дом более энергоэффективным, проживание в нем комфортным. Особенно для аллергиков, коим я являюсь, например, можно во время цветения все закрыть, все окна, и воздух чистый, прошедший через фильтры, будет попадать внутрь дома. Здесь еще стоит как раз рекуперация тепла. Это означает, что мы будем тратить на обогрев дома в связи с вентиляцией гораздо меньше энергии. Друзья, когда мы вообще говорим о продаже загородной недвижимости, то мы, конечно же, имеем в виду не только продажу элитных квадратных метров, но и образа жизни. Вот здесь этот образ жизни задается самим коттеджным поселком, курортом Пирогова, который очень удачно расположен с точки зрения всех природных характеристик леса, выхода на большую воду, на Клязьминское водохранилище. Более того, это все-таки один из таких поселков редких, которому удалось реализовать такую клубную систему. Здесь действительно вход идет по четкому фейс-контролю, то есть тут каждый не сможет просто так с улицы купить дом, он будет проходить определенную систему оценки. Здесь, в этом поселке, живут учредители, владельцы этого поселка, которые создавали его концепцию. Да и вообще этот поселок – это некий целый комплекс арт-объектов, то есть домов, которые подготовлены и спроектированы международными, российскими архитекторами и дизайнерами. Наверное, второго такого действительно просто нет. Единственный минус, пожалуй, это то, что он все-таки находится на не очень популярном Осташковском шоссе. Все-таки сейчас фарватер спроса у нас идет по Новорижскому шоссе, по Рублевке, и многие сюда покупатели элитной недвижимости просто не доезжают, потому что просто они не смотрят на это направление. А очень даже зря, потому что действительно, если взять аналогичные по параметрам домовладения на Рублевке и Новой Риге и просто убрать фактор большой воды, то мы получим похожий объект ровно в два раза дороже, чем здесь. При этом это поселок с очень насыщенной инфраструктурой. Здесь есть яхт-клуб, здесь есть то самое гольф-поле, здесь есть рестораны, хоккейная площадка с катком, здесь есть футбольное поле, теннисные корты, конная школа и много-много всего. И самое главное, что здесь действительно работает клубная система, которую удалось реализовать юридически. Заставили, понимаешь, обувь снять, ноги в воду засунуть. Что не сделаешь ради хорошего кадра, а? Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вдруг вас заинтересовал этот объект или, возможно, у вас есть потенциальные покупатели, которых может заинтересовать этот объект, то пишите, пожалуйста, мне в одну из соцсетей, и я обязательно вам вышлю презентацию с фотографиями, с полным описанием и с планировками этого дома и с нашим предложением с актуальной ценой на тот момент. До встречи в новых выпусках. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова